Не мог не воспользоваться возможностью показать вам невероятно красивый вид Останкинской телебашни на заднем плане. Выводы дня сейчас будут в машине. Несколько важнейших выводов дня за сегодня. Первое. Впереди нас ждет серьезная эра изменений труда и вообще рынка труда. Профориентации, высвобождение рядовых профессий и усиление роли креативности и важности людей, управляющих другими людьми. Это навеяно было сегодня встречей с Алексеем Захаровым, основателем портала superjob.ru. Еще важнейший элемент в процессе нескольких дискуссий за сегодняшний день о роли HR-менеджмента вообще в организациях. Кто такой HR? Это человек, который по большому счету помогает компании продавать. Человек, который помогает компании выполнять поставленные, самые главные показатели по прибыли. Через обеспечение компании правильными людьми в нужное время, в нужном количестве. Достаточно мотивированные, достаточно образованные к выполнению данной задачи. Ну и финальный, последний вывод, который бы мне сегодня хотел сказать, это о том, что очень важно понимание себя. Моя концепция развития управленческих навыков руководителя начинается со сознанием своих собственных важных сторон. Сильных сторон, слабых сторон, управленческие личности. Вообще в целом, кто я такой по отношению к самому себе? А уже потом разбираться с управлением. Именно этому была сегодня посвящена уникальная, на мой взгляд, стратегическая сессия с тремя собственниками, в которой мы определялись уровни влияния, отношения к друг другу, понимание себя и восприятия меня моими акционерами, коллегами, моими друзьями, в конце концов. Мы распределили управленческий взгляд на несколько ролей. На уровень акционеров, на уровень менеджеров и на уровень человеческих отношений. Прогресс заключается в том, что необходимо, смотря на человека, разделять роли, владения, менеджмента, отношения. Именно это позволяет не сгребать все в одну кучу, а разбираться конкретно с данной ролью. Так вот, именно выделение самых сильных сторон, зоны развития в каждой из этих ролей, поможет нам самое главное, найти первопричину проблемной ситуации, или первопричину зоны развития, упразднение которой поможет развивать все остальные. А самое главное, каким образом использовать мои сильные стороны для того, чтобы нивелировать влияние отрицательных сторон. Друзья, разбирайтесь с собой. Это важно, это самый главный и первый шаг к тому, чтобы быть эффективным руководителем, человеком, мужем, товарищем и гражданином. Разобравшись с собой, можно разбираться с другими. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok